Встреча весны с палками в руках. Фестиваль скандинавской ходьбы объединил четыре города области. Хочешь заработать? Спроси меня, как. Известный бизнес-коуч рассказал студентам кузбасских вузов, как создать собственное дело. Ничего себе поездочка! В Яшкинском районе задержали легковушку, в которой ехали сразу восемь человек. В эфире новости. Меня зовут Дмитрий Петин. Здравствуйте. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вошел в десятку российских политиков, которым больше всего доверяют люди. Такие данные приводит Левада-центр. Добавлю, что рейтинг возглавляет президент страны Владимир Путин. В тройке лидеров также министр обороны Сергей Шойгу и глава российского МИДа Сергей Лавров. В Кузбассе будет больше новостроек. В 2016-м в Кемеровской области планируется сдать в эксплуатацию миллион сто тысяч квадратных метров жилья. Что хоть и ненамного, но все же превысит показатели прошлого года. Об этом на заседании коллегии администрации области сообщил замгубернатора Евгений Бухман. Добавлю, что в целом по области в текущем году жилищные условия улучшат свыше 20 тысяч кузбасских семей. Грипп отступает. Роспотребнадзор официально заявил об окончании эпидемии. По данным ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ населения в регионе опустился ниже эпидпорога на 8,5%. Улучшение здоровья зарегистрировано у всех групп населения. Так, на минувшей неделе за помощью врачей в медучреждения области обратились 18,5 тысяч человек. Что на 11 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе. Однако в нескольких территориях области по-прежнему фиксируется превышение эпидпорога. Среди вирусных городов Анжиросуджинск, Киселевск, Междуреченск, Прокопьевск, Юрга. Что касается областной столицы, то здесь на сегодня зарегистрировано около 3 тысяч случаев гриппа ОРВИ. И этот показатель на 22% ниже эпидемического порога. Если грипп свои позиции сдает, то паводок, наоборот, готовится к активному наступлению. И половодье тоже может нанести вред здоровью жителей региона. Поэтому врачи рекомендуют обязательно кипятить водопроводную воду и чаще мыть руки. Особенно перед едой и по возвращению с улицы. Такие меры уберегут кузбассовцев от инфекционных заболеваний. Риск заражения, которыми возрастает во время интенсивного таяния льда и снега. После паводка, то обязательно нужно вычистить территорию от загрязнения, которое принесла вода. Засыпать лужи, в которых могут разводиться комары. Ну, в принципе, с кого есть колодцы, обязательно взять воду и провести бактериологический анализ. Роспотребнадзоре. После чего можно, если дадут положительное заключение, можно ее употреблять в питье. Сезонную опасность начавшаяся оттепель может представлять и на улице. Потому в Кузбассе объявили бой с сосульком. В Кемерове и Новокузнецке открыты горячие линии, куда горожане смогут сообщать об опасных наледях на крышах домов и подъездных козырьках. Из-за оттепеля сосульки на крышах растут с каждым днем. А потому помочь коммунальщикам в борьбе со стихией может такой своеобразный народный контроль. О нависающих опасностях кузбассовцев просят сообщать по телефону, указанному на экранах. В Кемерове 31-23-12, в Новокузнецке 32-22-34 и 32-22-58 ночью в выходные дни. Ну а если вы стали свидетелем происшествия, расскажите об этом корреспондентам телеканала «Мой город» по телефону горячей линии 8-933-300-300. На нарушителей закона собрали генетическое досье. Кузбасская полиция создала собственный банк ДНК профилей преступников. Сейчас в нем находятся данные о 3,5 тысячах человек. В планах увеличить этот объем до 10 тысяч. Генетическую информацию намерены собрать у заключенных, находящихся в кузбасских колониях. Как отмечает стража порядка, доказательство причастности к преступлению по ДНК считается практически неоспоримым. А значит, может положительно повлиять на раскрываемость преступлений. Дорожным полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы предотвратить ДТП. Жертвами автокатастрофы на междугородной трассе в Яшкинском районе могли стать по меньшей мере 8 человек. Все они ехали в одном автомобиле. Старый ВАЗ попал в поле зрения патрульного экипажа ДПС из-за странного поведения водителя. Автомобиль метался по дороге, несколько раз вылетал навстречу и двигался с явным превышением скорости. Требования полицейских остановиться автомобилист игнорировал. Погоня закончилась стрельбой. Нарушитель пытался спастись бегством, но застрял в сугробе у обочины. Полицейские установили, что задержанный водитель находился в состоянии опьянения. К тому же он не имел водительского удостоверения. По данному факту, в отношении него был составлен административный протокол. Кроме того, он привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. И в продолжение темы дорог. В Кемерове сотрудники Центра организации дорожного движения и ГИБДД ежедневно контролируют вес проезжающих грузовиков. За минувшие выходные в городе зафиксировано 20 нарушений. Водители оштрафовали на общую сумму 98 тысяч рублей. В период резких перепадов температуры дорожное покрытие становится уязвимым для повреждений, сообщили в администрации Кемерово. На всех въездах в город и еще 9 дополнительных площадках проводят взвешивание большегрузов. Оплата за нарушение весовых норм поступит в городской бюджет и будет направлена на ремонт дорожного покрытия. 4 кузбасских вуза получат финансирование по федеральной программе поддержки технических кадров. Общая сумма инвестиций превысит 4 миллиона рублей. Так КемГУ получит более 500 тысяч на реализацию программы «Информационная безопасность промышленных предприятий». Более 700 тысяч выделят Кузбасскому государственному техническому университету. Самая внушительная сумма – более полутора миллионов – достанется Кемеровскому технологическому институту пищевой промышленности. Эти средства будут направлены на реализацию сразу трех квалификационных программ. Задуматься о собственном деле нужно еще со студенческой скамьи. Как это сделать студентам кузбасских вузов, рассказал известный бизнес-коуч из Красноярска Дмитрий Суханов. На его мастер-классе молодые люди узнали, как эффективно зарабатывать деньги, как их копить и правильно тратить. Бизнес-азбука оказалась для студентов очень занятной. У многих прямо во время мастер-класса родились идеи начать свою деловую жизнь. Добавлю, что визиты маститых бизнес-наставников в Кузбасс будут продолжаться в рамках всероссийской программы «Ты предприниматель». Личная встреча. Депутат Государственной Думы Павел Федяев провел прием граждан в рамках региональной недели. Каждый месяц кузбассовцы приходят к парламентарию в кемеровское отделение партии «Единая Россия», чтобы задать наболевшие вопросы. На этот раз в руки депутата попало три обращения от жителей областной столицы. Среди проблемных и сложных вопросов выделялся один. 74-летняя кемеровчанка пришла с просьбой выделить 14 пар палок для скандинавской ходьбы для группы здоровья, в которой занимается пенсионерка. Ежедневно ветераны занимаются физкультурой, ходят вместе в театр и устраивают концерты. Для полного счастья, по словам Тамары Онищенко, не хватает только занятий спортом на свежем воздухе. Добавлю, что практически все вопросы, с которыми граждане приходят к депутату, решаются. Ну а такая инициатива и вовсе не может стать проблемой в Кузбассе. Мне сказали, что положить будет решен вопрос. И меня все они там сидят, ждут. Я приеду, и мы всех будем кричать «Ура! Дружба!» Здоровый образ жизни – это продление жизни. У нас нет времени говорить, что нам плохо. Мы хорошо все живем. Нам хватает пенсии, нам хватает заботы. У нас много льгот. Тем временем скандинавская весна в Кузбассе уже началась. Бесплатный инвентарь для спортивного образа жизни получили ветераны трудового движения. В первый день теплого сезона несколько тысяч кузбассовцев приобщились к новому для себя, но уже традиционному для региона виду спорта. Фестиваль скандинавской ходьбы объединил 4 города области – Кемерово, Новокузнецк, Мыске и Междуреченск. К спортивной феерии в областной столице присоединилась и Юлия Мелехова. В начале весны – отличный повод для старта новой жизни. Сразу 900 кузбасских женщин начнут этот сезон по-спортивному. Именно столько пар палок для скандинавской ходьбы раздадут сегодня в Кемерово. Свои радости по этому поводу кузбасские женщины не скрывают. Вот нам палочки дают скандинавские. Будем спортом заниматься еще больше. Ирина Ревука о таком спортивном инвентаре мечтала давно. Скандинавской ходьбой занимается уже несколько лет, правда, профессиональные палочки приходилось заменять лыжными. Теперь женщина уверена – с таким подарком к 8 марта собственные рекорды по пройденным дистанциям побьет и, главное, здоровье поправит. Сегодня впервые попробовали с палочками пойти поделиться ощущениями. Во-первых, осанка выпрямляется, мне кажется, потому что спина вообще прямая становится, когда с палочками идешь. И вообще легко. Может быть, даже и похудеть, возможно, потому что будешь больше ходить. Но я и так много хожу, я не люблю на автобусах ездить. Стараюсь все пешком по району ходить. Но с палочками вообще будет прекрасно. Я живу в своем доме, держу хозяйство, у меня козы. Естественно, я буду ходить их по стиле, буду с собой брать палочки, и на пастбище буду ходить с палочками. Так, с 2015-й жителям Кемеровской области по инициативе Амана Тулеев раздали больше 7 тысяч пар скандинавок. И это только начало большого марафона здорового образа жизни, в который стараются вовлечь буквально каждого жителя области. Хузбасс по праву стал считаться одним из самых спортивных регионов. И сегодня к областной скандинавской плеяде присоединились еще сотни женщин. Ветераны трудового движения Кемерово ведущие спортивный образ жизни. Этот бесплатный инвентарь – подарок от властей региона к женскому дню. Мужчины, они немножко более ленивые, чем женщины. А женщины, они все время куда-то им надо идти, что-то делать. А палочки здесь будут в самый раз. Тем более у нас весна, гололед, а палочки они с шипами. Чтобы не подскользнуться, тоже помогает. Кузбассским женщинам не просто вручили спортивный подарок, но и позаботились о его дальнейшем правильном использовании. Ведь при ходьбе, отмечают профессионалы, работает 90% мышц. Здесь же в Бару провели мастер-класс, и счастливые обладательницы скандинавок дружной толпой отправились преодолевать свою первую 300-метровую дистанцию. Юлия Мелихова, Антон Скомаровский. Новости моего города. За подарками на ярмарку 4 марта в семи городах Кузбасса пройдут сельскохозяйственные ярмарки, посвященные Международному женскому дню. В этом году кузбассовцы смогут не только купить продукты по ценам ниже рыночных, но и запастись подарками к 8 марта. Лучшие областные кулинарные техникумы и вузы представят на ярмарках свои кондитерские изделия, а также вышивку, кухонные утвари и другие вещи, которые можно будет купить в подарок к предстоящему весеннему празднику. Также будут работать полевые кухни и губернаторские чайные. А маломобильным гражданам поможет социальное такси, а также волонтеры, которые донесут покупки до дома. Больше новостей об экономике, туризме и региональном развитии на телеканале РБК-42. А вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Пять не всегда отлично. Хоккеисты Кузбасса проиграли пятый раз подряд. Хоть не выиграть, так полюбоваться. В Новокузнецк привезут кубок континентальной хоккейной лиги. Пятое поражение подряд потерпели хоккеисты Кемеровского Кузбасса. На этот раз подопечные Николая Кадакина уступили своему ближайшему конкуренту, архангельскому воднику в борьбе за пятое место. В первом тайме хозяева вели в счете, однако во второй половине встречи гости устроили кемеровчанам настоящую голевую серию. О том, как это было, в репортаже Антона Ивачева. Матч соседей по турнирной таблице ажиотажа на трибунах стадиона «Химик» не вызвал. После серии с четырех поражений Кузбасс окончательно потерял надежду на попадание в четверку. И первые минуты встречи также не сулили болельщикам положительных эмоций. Уже к 30-й секунде водник вел в счете 1-0. Ворота Сергея Морозова распечатал Дергаев. На 13-й минуте Криушенков с углового счета сравнял, однако спустя две атаки Дергаев вновь вывел команду вперед. Немногочисленные атаки хозяев ввязли в плотной обороне гостей. Упустил шанс отыграться и Денис Горячев с пенальти, не сумевший переиграть Андерса Свенсона. Проблема наших последних игр. Мы не можем сломать большую команду, которая обороняется большим количеством игроков, и попадаем на контратаке. Скажем так, хотим выиграть, хотим показать что-то, но не получается и в атаке, и в обороне. Однако первый тайм завершился для нашей команды удачно. Сначала за незабитый пенальти реабилитировался Горячев, а под занавес первой 45-ти минутки Тарасов и вовсе вывел Кемеровчан вперед. 3-2. Дело в том, что в первый тайм мы играли против ветра. Там одна тактика была. И второй тайм, казалось бы, по ветру. Должен быть легче, но тем не менее, все равно придерживались того плана, который мы договорились. Они всегда, скажем так, и выполнили, и за это сыграли хорошо на контратаках. В итоге с 51 по 58 минуту Помора забили три безответных мяча. На 63-й минуте Крюшенков сократил разрыв в счете до минимума, но вскоре Евгений Леонов с передачи неувидаемого Александра Тюкавина поставил, как оказалось, победу для гостей точку в игре 6-4. Поздравить ребят своих с победой и здорово, что с уверенно. Но тем не менее, что больше мне приятно, больше всего, это то, что ребята выполнили тот план игры, можно сказать, вот начало и до конца. Знаю, при этом, что Кузбасс очень здорово атакует, контратакует, вообще команда очень быстрая, поэтому где-то мы были к этому готовы, скажем так, и те голы, которые забили, удачно и довели матч на победу. После двух домашних поражений гемировчане опустились на шестое место в турнирной таблице. Потенциальные соперники Кузбасса в плей-офф сегодня – Хабаровский «Сканевтяник» и московская «Динамо». Кто это будет, решит последний матч тура, в котором подопечный Николай Кадакина на своем поле встретится как раз с московской командой. Антон Ивачев, новости моего города. Диагональный волейбольного Кузбасса Романос Шкулявичу стал самым результативным игроком 18-го тура, чемпионата Российской Суперлиги. Как сообщает официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола, в выездном матче с «Нефтяником», который кемировчане выиграли со счетом 3-1, диагональный Кузбасса набрал 23 очка. Добавлю, что Романос Шкулявич из претендует на звание лучшего игрока февраля Суперлиги, по мнению интернет-портала чемпионат.ком. Это говорит о том, что команда двигается в верном направлении, ее игроки способны быть лидерами, способны быть признанными волейбольным сообществом, сообществом болельщиков. Ну и, конечно, признание Шкулявичу в числе номинантов на звание лучшего игрока февраля – это, безусловно, отражение того, как блестяще он провел последние игры, игры февраля. В Кузбасс привезут кубок континентальной хоккейной лиги. 2-3 марта он будет выставлен на Кузнецке. Всего в рамках тура трофей побывает в 10 городах России и ближнего зарубежья. 11-й город выбирают сами болельщики путем голосования на сайте организатора тура. Среди номинантов есть и столица Кузбасса, город Кемерово. Он находится на пятом месте рейтинга. Отмечу, что за время существования КХЛ обладателями переходящего кубка становились 7 российских хоккейных клубов. Новокузнецкий «Металлург» пока не вписал свое имя в историю трофея. Лыжница из Кузбасса впервые в истории стала победителем Кубка России по итогам четырех этапов соревнований, которые проходили в Сыктывкаре, лучшей стала Анна Поваляева. Ближайшую преследовательницу она опередила на 10 очков. Отмечу, что спортсмены из Кемеровской области прежде не становились финалистами этих соревнований. На этом у меня все. До свидания и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова